Добрый день! Сегодня мы рассмотрим 4 вида брака при производстве упаковки. Внимание на экран! Первая рассматриваемая нами проблема в данном видео, это остающиеся полимерные нити на резьбе продукта, на резьбе флакона. Прошу заметить, на данных флаконах присутствуют полимерные нити, которые в дальнейшем могут воспрепятствовать плотному замыканию крышки, снижению срока годности товара. Данный флакон как он должен быть? Первая банка, которую мы рассмотрим, была выполнена правильно, с соблюдением всех технических норм. Смотрите, крышка закрывается плотно, щель соответствует норме. Данная банка была выполнена с нарушением технологического процесса. Крышка прокручивается, не замыкается, резьба слетает. Когда мы плотно надеваем, щель остается не на достаточном уровне, пропускает воздух, срок годности продукта снижается. Мы наполнили два флакона красной жидкостью, для того, чтобы показать герметичность. Оба флакона плотно замыкнуты. Заметьте, первый флакон, как он должен быть? Мы стряхаем на белый лист бумаги. Бумага чистая, сухая. Второй флакон, который имеет брак, пропускает жидкость. Мы видим, что жидкость пропущена, то есть попадает в воздух, срок годности продукта снижается. Причина в том, что при производстве, при снятии с конвейера был допущен брак. Осталась такая щель, которая пропускает воздух. Существует проблема некачественной сборки спрея. Правильный спрей, неправильный спрей. Спрей выстреливает струей, то есть нарушена техника сборки данного спрея.